Каридат Канелон Оригинальная история Хосе Симона Искалоне В ролях Элиса Искамес, Милдред Кейрос, Пабло Мартин и другие Композитор Давид Монтора Продюсер Виктор Фернандес Режиссер Хосе Локалде Внук Круачи? Что это тебе вздумалось спросить меня о нем? Из любопытства Как давно ты его не видела? Не знаю Я уже давно о нем ничего не слышала Вы не разговаривали после смерти старика? Ты больше не видела его в Гуаяне? Вот что, Риноко Внук Круачи исчез И будет лучше, если он не появится Я сама отомщу Пио Более того, я уже занимаюсь этим Муранта, ты одна не сможешь справиться с королем? У меня есть доказательства И если даст Бог Меня будет представлять адвокат, который вытащил тебя из тюрьмы С его помощью я добьюсь, чтобы Пио вернул мне все до последнего сентавра Ты знаешь, что можешь во всем рассчитывать на меня, Муранта Во всем Кстати, я рад, что ты говорила с Хосе Мигелем Он порядочный человек и хороший адвокат Ему можно доверять Этого я от тебя не ждала Кто ты, дочка? Женщина, которая знает, чего хочет мама У которой ясные цели в жизни Ты с Иисусом Феррером и сыренок одновременно? И не говори, что нет Я все знаю Я выяснила Невис умирал от стыда, рассказывая мне об этом Она считает, что ты влюблена в ее сына А тебе-то что, мама? Тебе больно? Только не говори, что тебя больше волнует чувство служанки, чем будущие дочери Я говорила с Невис, потому что меня беспокоит твое будущее В какую женщину ты превращаешься? Мама Дядя попросил меня забеременеть от Иринока Ради этого я осталась на ночь в его доме Но между нами ничего не было Я тебе не верю Я напоила Иринока Да, я легла в его постель Он всю ночь проспал Даже не прикоснулся ко мне Дядя, ради Бога Но я заставила его поверить, что мы были вместе Даже позвала его невесту Лавизну, чтобы она нас увидела Бедная Иринока не помнит, что было Единственное, что он знает Что проснувшись, он увидел меня рядом с собой Как ты могла придумать все это? Не надо так смотреть на меня Я забочусь о нашем будущем Не о моем, а о нашем Я заставила Невис поклясться, что она мне поможет Она так и печалена Она думает, что ее сын воспользовался моей любовью, мама Значит, ты собираешься забеременеть от Хисуса Феррера? Да Против воли дяди И всех остальных Ребенку своего протеже Пио не откажет в состоянии Верно, у нас диаманты есть в прошлом, Дон Пио Не стану отрицать, мы были вместе, когда учились Но это закончилось Сейчас ничего нет Диаманты Живой символ того, что я презираю Она дочь, союза которого я всегда стыдился Ее отец, омерзительный тип, переживальщик, сутенер Заставил мою сестру убежать с ним, потом вынужден был жениться на ней Заполнил дом женщинами И в этой атмосфере разврата Родилась Диаманты Я понимаю, Дон Пио, но Диаманты ни в чем не виноваты Тулио разбазарил деньги моего отца И Хаде все потерял Мне пришлось поехать И забрать их В тот момент я перешагнул через гордость И, несмотря на гнев, привел их в свой дом И они живы только благодаря мне Я прекрасно понимаю, Дон Пио Но Диаманты всегда старались завоевать вашу любовь, уважение, доверие Они не умеют быть благодарными Диаманты нужно одно, мое состояние А Хаде ни на что не способна Диаманты цепляется за тебя Потому что ты ее спасение Я все знаю, Хисус Ты провел ночь с Диаманты Диаманты Женщина чувствительная Хитрая Вы знаете, Дон Пио Но моя цель – ловизна Она единственная женщина, которую я люблю Ловизна – нехорошая женщина Дело не в том, что у меня особое отношение к инженеру Ферреру Просто я защищаю сына Ореноко уже взрослый мужчина, синьора И если он любит ловизну, он будет бороться за нее Даже если придется противостоять такому могущественному человеку, как инженер Ты не понимаешь, сынок Инженер Феррер протеже Пио Если Ореноко вздумается противостоять ему Кто окажется в проигрыше? Он, потому что он потеряет работу Моего мальчика одурачат Кто это может быть? Извини Конкордия Привет Проходи, дочка Здравствуйте Я принесла несколько пирожных для Оренока Его нет? Он пошел к синьоре Муронте Да А ты кто? Он друг Оренока Будет работать на комбинате Антонио А ты всегда приносишь такие вещи Оренока? В этом есть что-то плохое? Нет, я просто так спросил Ты на кого-то похож Не знаю Твой взгляд Я недавно приехал в эти края Мы с тобой и не встречались Ладно, дорогая, садись Нет, синьора Невась Мне пора идти в ресторан Ладно Пока, Антонио Так тебя зовут, да? Антонио Рейс Послушай, Гося Пати Я тебе не доверяю Когда ты заводишься, ты себя не контролируешь Ты должен был позволить мне войти в эту комнату Я туда зашел, чтобы уложить спать ребенка Вернее, уложить спать детей Как я мог позволить, чтобы ты там устроил скандал? Но твоя жена меня обокрала Она украла деньги и телевизор Да Но нельзя же так нападать на нее Она может заявить на нас Нет, нет Дело не только в этом Хотя ты ей кажется странным Но эта чертовка все-таки человек Знаешь что? Верни мне мои деньги Оставь меня в покое Послушай, Луис Займи мне денег, приятель Чтобы я мог заплатить Гося Пати Что, снова Патрио? Я тебе что, банк? Черт возьми, Луис Ну займи, я тебе верну Я не хочу, чтобы скандал разрастался Займи, я тебе их верну, когда получу страховку на комбинате Не могу, Патрио И тем более, чтобы покрыть то, что Белья украла в Гоаси Пати Пушки говоря о покупке нового телевизора Я могу поднапрячься и дать тебе немного нового У меня свои обязательства Свои обязательства Будь осторожен А то попадешь, как попадают все Посмотри, что со мной сделала Делина Мальсальвахи А посмотри на Патрио, который попал в сеть этой блохи Кого ты должен остерегаться, Луис? Кого же еще Патрио? Солидат Иди купи литр молока Верни мне мои деньги Не трогай меня, убийца Все замолчите, вы мне все надоели Хорошо, что мне больше не придется спать в этом доме А где ты будешь спать? Где же еще? В Сапуаре Отныне и впредь Я буду проводить все ночи с Солидат Я ждал тебя, Фонсека Хочу, чтобы мы раз и навсегда уладили Проблему с Луисом Я тоже, Фрейн Но не все так легко, как ты думаешь Если Солидат узнает Что произошло с Луисом Наша карьера на флоте закончится Луису пришлось отказаться от своего истинного призвания по нашей вине Из-за нелепой шутки, которую придумал ты, Фонсека Сейчас жизнь Луисы превратилась в муку Знаешь, я все забыл И живу, Фрейн, живу Я не мучаюсь А я мучаюсь Меня преследует угрызение совести Я смолчал с автовым сообщником Что бы мы ни сделали, это ничего не изменит Луису не вернут звание И так же не восстановят на флоте Я сожалею, Фонсека Я принял решение Пусть произойдет то, что должно произойти Эфраин Я тебе рекомендую подумать Если солидат узнает правду Моей карьере конец Если это произойдет Я потащу за собой и тебя Крестная Встреча с Хосе Мигелем лучшая Что со мной могло произойти Но он слишком торопится Он не должен был что-то говорить Не посоветовавшись со мной Дорогая Это доказывает то, что он порядочный человек Но все равно я его отчитаю Пусть только придет Он еще не видел меня в гниве Надо же Какая ты красивая Спасибо Крестная, вы можете отнести суп За столик номер один Сальвахи такая красивая И может испачкаться И потом ей будет неудобно Перед Фосе Мигелем Ради бога От этого моя внешность не изменится Я сделаю крестная О чем ты говоришь, Сальвахи? Если в этот момент войдет Хосе Мигель Ты можешь вранить тарелку А если он захочет тебя поцеловать От тебя будет пахнуть кухней Конкордия Мне и не кажется Оставьте ее в покое, пожалуйста Конкордия Что, солидат? Я говорила с Афраином, другом Луиса Он пришлет мне билет, чтобы я полетела к нему Когда? Очень скоро И я не знаю, что скажу крестной Конкордия Солидат Заказ за второй стол Уже еду, крестная Дай мне Вот Она уже что-то подозревает Конкордия Что мне делать? Как сказать крестный? Солидат? Угадай, кто пришел Иди сюда Добро пожаловать Прости, что здесь такой беспорядок Дело в том, что я здесь все меняю Открываю новое дело Бутик модной одежды Да? Если ты будешь моделью, сообщи мне Я буду приходить каждый день Нет, Орландо Ты пришел сюда не любезничать Ты хотел узнать Олансарот и Ниндзя Да Это имя Кажется мне знакомым Не знаю почему Что с тобой? Плохо себя чувствуешь? Я Не знаю Не знаю Ты побледнел Принести тебе воды Я помню это место Что? Я здесь был Привет Наконец-то ты пришел Я думала, ты не придешь Ни за что Я не терпел еще видеть тебя Я знаю Ты все рассказал Крестный Что именно? О нас Я только сказал, что люблю тебя Что с ума по тебе схожу Хосемингель, пожалуйста Оставь его в покое Он гордится своей любовью И людьми, с которыми мне посчастливилось Познакомиться в этом городе Синьер Морванто Такими людьми, как вы Я буду вас представлять Вы уверены? Пио человек без совести Без морали Он использует свою власть Чтобы разрушать Король металла меня не пугает Я готов вместе с вами Бороться против него Иду Кто может быть в такое время? Дон Пио Проходи, Хисус Донья Невис будет приятно принять тебя Ведь ты ее любимчик Можно войти, синьера Невис? Ну, разумеется Дело в том, что Я не понимаю Дом очень уютный Теплый И даже красивый Тебе нравится, Хисус? Дон Пио, синьера уже отдыхала Давайте ей скажем, зачем мы пришли Да, ты прав Ты очень учтив Донья Невис Ваш сын Ореноко Привел в этот дом парня С которым нам очень надо поговорить Речь идет о Как его зовут? Антонио Рейс Антонио Рейс Редактор субтитров А.Семкин Дорогой Ты так близко Я не могу дотронуться до тебя Я так люблю тебя, Ореноко Что с тобой, Карваччи? Что с тобой происходит? Ничего, Ореноко Прости, я не знаю, что со мной было Как это не знаешь? Что ты за человек? Я человек, который тебя уважает Который тебе благодарен Благодарен? Больше никогда не делай так Нет, нет, никогда Никогда Не заблуждайся на мой счет Что ты дрожишь? Ореноко, я уже извинился Оставь меня в покое Кто ты? Не уйдите мне, сеньора Невес Мы знаем, что Антонио Рейс Живет здесь Я хочу поговорить с ним Дело в том, что я никак не оправлюсь От изумления Вы здесь в такое время Ореноко нам сказал, что этот парень Останется в вашем доме, сеньора Невес Да, верно Он приехал сдалека И побудет здесь, пока не найдет себе жилье Я располагаюсь и подобнее, Хисус Как будто ты в своем доме Здесь такая теплая атмосфера Вы позволите сесть, сеньора? Да, разумеется Спасибо Пожалуйста, сеньора Невес Приведите Антонио Послушайте инженера Приведите Антонио Рейса Не будем терять время Он сделал что-то плохое Почему для вас так важно Поговорить с ним именно сейчас? Мне принадлежит время всех тех Кто работает на моем предприятии Скажите Антонио Рейсу, чтобы он немедленно пришел И чтобы не прятался от меня Хорошо Значит, пойдем решительно Против Пилуэриса Хосе Мигель По прямой дороге, сеньора Мруанта С правдой Я всегда любил ясность Как хорошо, что ты согласился Представлять крестную Хосе Мигель Видите, он золотой Крестная Думаю, у нас достаточно данных Чтобы выиграть схватку Осталось уточнить некоторые детали Но пока Я хочу объявить о своей помолвке с Сальвахи Что? Нет, ты с ума сошел? Сеньора Мруанта для тебя как мать Ты ее любишь, ценишь Она тебя благословила И теперь я хочу, чтобы вы благословили нас обоих Сальвахи и меня, сеньора Мруанта Это очень важно Я так говорю, потому что Хорошо подумал Я принял решение Я хочу жениться на Сальвахи Я Очень рада, что ты это чувствуешь И я тебе доверяю, Хосе Мигель Сальвахи заслуживает счастья Но В чем дело, крестная? Почему вы говорите, что рады и делаете такое лицо? Хосе Мигель У тебя очень богатая семья Ты вел совсем не такую жизнь, как с Сальвахи Твоя жизнь уже сложилась далеко отсюда Это меня не волнует, сеньора Муранта Я уже поговорил с родителями Да, но Вы с Сальвахи не знаете друг друга? Я люблю ее Люблю, как никогда никого не любила Это правда Так хорошо Я в этом не сомневаюсь Но мне кажется, что вы торопитесь Пожалуй, еще не время думать о браке Вы не можете пожениться вот так, в спешке Этот дом Цвет стен Эти зеркала Все это вызывает у меня Странные ощущения Раньше здесь была парикмахерская Парикмахерская Что с тобой, Орланды? Как будто ты что-то вспомнил Да С тобой никогда такого не происходило Ты куда-то приходишь И вдруг чувствуешь себя, как во сне Появляется ощущение, что ты был в этом месте У меня нет времени мечтать Почему, девочка моя? Не знаю Наверное, потому что у меня Слишком практичный приземленный характер Потому что еще не появился тот, кто понял бы тебя И научил тебя летать Кто ты, Орланды? Всякий раз, когда я на тебя смотрю Ты внушаешь мне доверие Правда? Наверное, этого я и хочу для своей жизни Правда? Слишком красивое слово для человека Который работает в таком мрачном месте В этом месте я встретил тебя Такую красивую Такую необычную Там же работал он сарота Нинья Этого человека я и ищу Он единственный может пролить свет на трагедию С моей сестрой Бабелонией Бабелонией Дегреда? Была твоей сестрой? Ты ее знал? Ты меня обманываешь с того самого дня, как пришел на комбинат Ты что-то скрываешь Так что выкладывай Ну, хватит Сколько раз повторять Я увидел тебя без одежды И у меня появилось Что у тебя появилось? Что? Говори Скажи Кто ты в действительности? Ну, скажи, гляди мне в глаза, как мужчина Ну, все, все, Оринока Я внук Круачи, я здесь Я здесь, чтобы вернуть все, что принадлежало дедушке И выяснить, почему Пио меня преследует Нет Ты Трус Ты ждешь, пока я усну, чтобы показать свое истинное лицо Поэтому ты не хочешь раздеваться передо мной Ну, хватит, Оринока В чем дело? Поэтому не захотел пойти в дом Руанды Потому что скрываешь что-то очень важное Ну, разрешите? Мама Антонио, сынок Пришел Король Металла Пил Эрис Он спрашивает тебя Тебя раскрыли, Круачи Какое ты имеешь отношение к королю Металла? Что значит, он раскрыл тебя? Говорите, наконец Скажите мне правду Гухарка слишком задерживается Я не собираюсь находиться здесь всю ночь Не волнуйтесь, Дон Пио Я уверен, парень уже спал Сейчас он выйдет Они что-то задумали Ты сказал, что Оринока и этот парень друзья Они могут уйти через окно Я должен войти Подождите, Дон Пио, пожалуйста Нет необходимости вторгаться туда силой 20 лет 20 лет я искал его, и ты это знаешь Ты не представляешь, что я чувствую сейчас Да, не знаю, Дон Пио, не знаю Но ни к чему выдавать себя По словам Диаманта Этот парень приехал с намерением отомстить Поэтому я не хотел, чтобы вы появлялись здесь Нам следовало продолжить расследование Выяснить, кто такой в действительности Круачи Дельо Мне нужно увидеть его Я на него посмотрю и успокоюсь Потом сделаем, как ты захочешь Наверное, произошло что-то очень важное Раз вы появились здесь в такое время Что вам нужно в моем доме, Дон Пио? Во что ты нас втягиваешь, парень? Синьора Невис, клянусь, я не хочу втягивать В неприятности ни вас, ни вашего сына Ты знаешь, который час, Антонио? Сам король металла приехал к нам в дом Знаете, мне неудобно перед вами, синьора Невис Но я очень напуган Синьора Невис, он меня раскрыл, потому что... Раскрыл? Выходит, ты здесь прячешься? Синьора Невис, я... Ореноко так себя ведет, как будто тебя нужно защитить от этого человека Как будто Дон Пио может тебе сделать что-то плохое Синьора... Дон Пио может приказать убить меня Господи, спаси, сохрани и помилуй Син замешан в деле, которое его не касается И все потому, что он хочет помочь тебе, потому что он добрый человек Синьора, мое дело правое, клянусь Скажи мне правду, Антонио, кто ты? Потому что Дон Пио не будет преследовать какого-то оборванца Хорошо, синьора Невис Вы открыли мне дверь своего дома И я скажу вам правду Я... Внук Круачи Дель Рио Не компрометируй меня перед крестной, Луис Я тебя обслуживаю, ты поешь и уйдешь Солидат, перестань нервничать, в чем дело? Ну, Ранте, не за чем размещаться К тому же, ты взрослая женщина, а я мужчина То, что между нами происходит, никого не касается Но это ее дом, я подвела ее доверие Луис, как по-твоему я себя чувствую, когда смотрю ее в глаза? Я больше не могу скрывать наши отношения Хорошо, Солидат, скажи и все Да? Что ты хочешь, чтобы я сказала? Что я тебя приняла, что позволила спать в моей комнате? Крестные тебя не выносят Я не забрался в твою комнату силой, Солидат Отпусти Сегодня ночью будет то же самое Ты этого хочешь, Солидат? Я хочу Я не уйду из Сапуара Солидат Закрой дверь, больше мы никого не примем Сейчас будем ужинать мы Своей семьей, понятно? Если вы имеете в виду Луиса, Крестные Я его только что обслужила Я приняла его заказ Солидат хорошо знает, что мне не нравится этот парень Он тебя не уважает, Солидат Не любит Он лишь пользуется тобой Крестные, что мы будем праздновать? Я пригласила Хосе Мигеля, но здесь нечего праздновать Что такое? Крестные не хочет, чтобы мы с Хосе Мигелем поженились Это не так, Сальвахи Нет? А как? Я услышала одно Нет, нет и нет Сальвахи, пойми, дорогая Недостаточно того, что Хосе Мигель добрый, благородный Что у него серьезные намерения относительно тебя Что вы любите друг друга Вы должны стать ближе Узнать друг друга, потому что Совместная жизнь требует знания и уважения Я понимаю, сеньора Мруанта Ваши доводы Но все, о чем вы говорите Уже зарождается между Сальвахи и мной Ну тогда, к чему спешка? Пусть это чувство между вами окрепнет, созреет Нужно, нужно, чтобы вы были подготовленными Уверенными, прежде чем принять любое решение Раз Дон Пио решил уйти, значит, у него есть дела поважнее, чем ждать тебя, Кардосы И, разумеется, ты не можешь сказать, куда он ушел Это не твое дело, Кардосы Семейные дела не обсуждаются со служащими, Элой Насколько я знаю, Дон Пио прогнал тебя из семьи Из дома Из предприятия, Диамонте Скажем так, ты всегда умел манипулировать ситуацией И использовать обычные разногласия в семье Поэтому сегодня ты занимаешь мой офис на нашем предприятии Нашем? Вы хотите сказать на комбинате Дона Пио? Правильно, Тата Поправь ее Племянница-отступница иногда перегибает палку Осторожней, Элой А то ты можешь подавиться своими оскорблениями Тата не может тебе сказать, где дядя Потому что он велел не говорить тебе Пойми, это семейные дела Диамонте Твои интриги тебя погубят Я отвечаю за безопасность короля металла Я знаю очень многое За это тебе платят, Элой И быть осторожен с угрозами Ты сейчас не в том положении, чтобы угрыжать Лучше я уйду Не уходи, Тата Лучше послушай, потому что В тот день, когда мы с Монтека Встретились, чтобы вскрыть сейф дяди Этот сеньор знал, что мы делаем Он был нашим сообщником Так что он тебе лгал Не верь, Елесама Я был единственным, кто тебя поддержал перед доктором Потому что ты понял, что он не умрет Что он поправится И ты сделал то, что у тебя хорошо получается Предал нас Обманув Дон и Пил Я тебе не позволю втянуть меня в свои интриги Я за тобой слежу, Элой Я знаю, с Монтека что-то случилось И ты стоишь за его исчезновением Имей в виду Доктор Кардос Меня не так легко вывести из игры Добрый вечер Я пришла к королю металла Проблема не в тебе, Эринока А в Антонио Рейнсе Почему он тебя так интересует, Феррер? Мы только недавно говорили о нём И ты появляешься в моём доме Спрашивая о нём, да ещё с хозяином комбината Я дал все данные об этом парне Дону Пил Он просто захотел встретиться К чему эти объяснения? Почему не выходит парень? Потому что я отвечаю за тех, кто живёт в этом доме Я не хочу, чтобы получилось, как с Каруачида Лерива Ты скрыл, что он сидел в тюрьме На этот раз ты не заставишь меня, Бакросплох Я начальник печи И я наделён полномочиями подбирать себе людей Если Антонио Рейс на предприятии, Эринока То лишь потому, что это позволил я Несмотря на отклонение от правил Насколько я знаю У него нет документов Дон Пио хочет познакомиться с ним Вы ошибаетесь, Дон Пио Антонио не имеет никакого отношения к Каруачи Вас плохо проинформировали Антонио Рейс это вымысел Такого человека не существует Его придумали, чтобы скрыть того, кого я ищу Вы правы, Дон Пио Это не моё имя Я тебе сказал не выходить, Антонио Я не боюсь, Дон Пио Пусть узнает правду Я Каруачида Лерива Бабелония была моей младшей сестрой Моим компаньоном Моей подругой Я видел её фотографию в газете Она была очень красивой Вместе мы Закупали одежду в Колумбии В Маргарите Привозили её сюда, чтобы продавать Мы соревновались Кто первый достигнет цели Я открою большой магазин Или она Салон красоты Поэтому она открыла парикмахерскую Да Это был Первый камень В её империи мечты И что осталось? Не плачь, девочка моя Здесь у неё всегда было так красиво Всё было в порядке Она постоянно придумывала новые прически И это делало её перспективной, оригинальной Она хотела быть лучшей И этот 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 Лансарот Ей докучал Однажды она позвонила мне в ярости Сказала, что Лансарот разгромил ей всю парикмахерскую Негодяй Грубый мужчина По словам очевидцев Он был в неё влюблён Но она заслуживала лучшего За что её убили? Не плачь, девочка моя Не плачь, пожалуйста Посмотри, у тебя глаза покраснели Не плачь Мне больно Мне очень больно Не плачь, пожалуйста Я не могу видеть тебя плачущей Я Не кричите, синьор Айполлит Дон Пио ушёл И мне незачем давать вам объяснение Значит, он сам всё мне объяснит Пио приказал позвать меня Всё верно Он позвал нас двоих Так что мы имеем полное право узнать, что произошло Куда он ушёл? Мне не нужна твоя помощь, Илой Сделайте одолжение Позовите его и скажите, что здесь Алекандра Ипполлита Я никому не прощаю дерзких выходок Кто эта женщина? Почему она обращается с дядей с такой фамильярностью? Ты слышала моё имя? Алекандра Ипполлита Больше известная как генеральша И моя история с королём металла Не входит в сферу интересов его прислуги Вы заблуждаетесь на мой счёт Я племянница Дона Пио Диаманта Эрис Значит, ты подзаборная Это мой дом Уважайте меня Почему тебя это обижает? Твой дядя позаботился, чтобы тебя знали как позор Эрис В пятно семьи Презренную дочь Сутенёра Тата, позови охрану Пусть вышвырнут отсюда эту грубиянку Синьёры, я не занимаюсь вопросами безопасности этого дома Поговорите с Улоем Ты мне сказала не вмешиваться в дела твоей семьи Похоже, тебя здесь все презирают, подзаборные Я сама вышвырну тебя Успокойся Генеральша здесь По приглашению самого короля Здесь она его и подождёт И ты, и она уйдёте на улицу Мы останемся обсудить наши дела с Доном Пио Кто отсюда уйдёт, так это ты, Диаманта Иначе тебе же будет хуже Внук Круачи Дель Рио Да Даже похож на Респландер Да, я её сын И Масиаса, и Барра Мне нужно поговорить с тобой Наедине Что вы должны сказать, можете сказать и здесь Дон Пио, вы хорошо себя чувствуете? Я внук Круачи Дель Рио Рабочего, который погиб у печи И которого пытался спасти Оренока Это был несчастный случай, Круач У нас ещё будет время поговорить об этом Ты получишь страховку, которая тебе принадлежит Это Круачи По сравнению с тем, что вы должны Круачи Никто не отнимает у тебя право предъявить претензии Круачи Как и узнать правду О том, что произошло с твоим дедушкой Поэтому я хочу, чтобы мы вышли И поговорили Вы приехали с плохими намерениями Не дай себе убедить Круача Не вмешивайся, Оренока Ты не знаешь, какие мотивы Дона Пио Почему он хочет поговорить с парнем? Инженер прав, Оренока Дон Пио – король металла Но он в моём доме И не может диктовать свои условия Не беспокойся, Оренока Этот момент должен был наступить И я не боюсь Идёмте, Дон Пио Решим этот вопрос раз и навсегда Позволь мне поговорить с ней Мруан – это здравомыслящая женщина Она пытается помочь нам Нет Весь вечер сплошные норовоучения Она даже не может порадоваться за нас Она хочет сделать это за тебя, за нас обоих Всё почти готово Сальваж, ты садись сюда А ты сюда, Хосе Мигель Иди со мной на кухню, Конкордия Конкордия Поставь это на стол Осторожно, горячо Да Идём поговорим, солидат Крёстный, если дело в Луисе, он уже уходит Мне так не кажется Он пьёт кофе Он как будто ест рыбу Уже несколько часов сидит здесь И мне не нравится, как он на тебя смотрится, Лидат Хотя, ладно, я сама поставлю её на место Крёстная, сделай одолжение Останься здесь Делай вид, что тебя это не волнует, солидат И смени выражение лица А если Луис скажет «Крёстный», если он меня выдаст? Ради Бога Таким поведением ты сама себя выдашь Муран, ты не беспокойтесь Я сам отнесу чашку на кухню Я не беспокоюсь И ты никуда не пойдёшь Я жду не чашку Я жду, когда ты уйдёшь отсюда Ты уже поел, выпил кофе Заплатил То, что ты мне был должен И уходи Это семейный ужин, и ты и здесь лишний Давай, давай Иди Крёстная, пора садиться за стол Перед тем, как вы благословите стол, сеньор Муранте Я хочу поблагодарить вас за то, что вы пригласили меня поужинать И я обещаю, что буду заботиться о Сальвахе И не разочарую вас Я это знаю, Хасим Гиль Тогда почему вы мне не верите? Почему не верите моим словам? Я знаю, что мои чувства глубоки Ради неё И ради этой земли, которая мне нравится Я решил остаться здесь И уже сказал об этом родителям И что говорят они? Папа знает, что я не сумасшедший Не взбалмошный И раз я сказал им о моих планах Значит, я твёрдо решил Что они думают обо мне? Сальвахе, они тебя не знают Но хотят познакомиться Всё это очень хорошо, Хасим Гиль Но меня кое-что беспокоит Ты парень из хорошей семьи Видный А ты не был помолвлен в Каракасе Или вернее, ты не оставил в Каракасе невесту? Нет, Крюшная, в чём дело? Вы хотите всё испортить? Нет, дочка, я не хочу, чтобы ты страдала И поэтому говорю с ним откровенно И жду такой же откровенности от него Итак Нет, сеньор Муранто В Каракасе я не был помолвлен Сальвахе Первая женщина, которую я люблю Не обращайтесь со мной, как со своей собственностью Отпустите меня, я сказал, что мы поговорим о двери Не здесь По крайней мере, сядем в машину Я не хочу, чтобы люди видели, как мы разговариваем Значит, ты сын Респландор Скажи, чем ты занимался все эти годы? Это моя жизнь, Дон Пио И мне незачем рассказывать о ней Не пойми меня превратно, мальчик Но я на твоей стороне Если ты тот, за кого себя выдаёшь Ты имеешь право не только работать на комбинате, но и на гораздо большее Я искал тебя все эти годы Чтобы дать то, что тебе принадлежит Вы меня простите, Дон Пио Но вы меня не убедите Я знаю правду Вы ненавидели моего дедушку И по вашей вине он провёл 20 лет в тюрьме Дон Пио вынужден был приехать в этот дом, Ореноко Если бы это не было так важно, он бы здесь не появился Он мог бы прислать за парнем одного из своих бандитов, верно? Пожалуйста, не провоцируй его, Ореноко Оставь его, оставь Пусть говорит все глупости, которые хочет Потому что на этот раз я поставлю тебя на место, Ореноко И ни слова против Дона Пио Все в городе знают, что ты подножный коврик короля металла Я удивляюсь, что ты защищаешь его перед нами Думаю, что говоришь, иначе я и забью тебя Пожалуйста Оставь его, мама, оставь Пусть попробует Почему ты защищаешь Карвачий Дель Рио? Я? А ты не защищал его сегодня утром, когда пришёл сказать, что он прекрасный рабочий, чтобы занять место старика? Хорошо, я сделал это, потому что Диаманта мне всё рассказала Я знаю правду, Ореноко Тогда зачем эта дискуссия, Феррер? Ты знаешь, кто этот парень? Знаешь, какова моя цель? Нет? Не знаю, Ореноко Ты обвинил меня в смерти Карвачий За это я попал в тюрьму И мне, как никому другому, интересно узнать, кто виновен во взрыве печи Карвачий был не только человеком, который никому не причинил зла Он был моим другом Ты сообщник этого парня, Ореноко Вы объединились, чтобы противостоять Дон и Пио Ты называешь меня сообщником Но ты сам всё время защищаешь убийцу Пожалуйста, ради всего святого, дети Прошу тебя, мама Если я сообщник, то кто ты? Ты правая рука преступника Убийцы Которого интересует только власть и деньги Как ты смеешь говорить, такие гадости, Аду не пью У этого человека нет совести, Феррер Я всем обязан этому человеку, Ореноко Он сломал жизнь Мороанте Санчес И у него не дрогнула рука, чтобы... Чтобы что? Говори Будь осторожен, прошу тебя Почему ты замолчал? Говори Скажу Пожалуйста Я сделаю это Чтобы гордость, которую ты испытываешь, потому что ты протеже короля металла, покатилась к дьяволу Ты говоришь, что ты любишь лавизну, что ты ее ценишь Очень хорошо Этот человек, который для тебя, как отец Убил всю ее семью, Феррер Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok